Сын дал своему сыну, нашему внуку, такое имя. Поэтому мы очень богатые, да? То есть я понимаю, что мне 48, я знаю, что я выгляжу на 38, чувствую себя на 28, а жена думает, что мне все еще 14. Но это шутка. Вот, поэтому, друзья, я очень рад, что мы все здесь живые свидетели Его славы. Мы все живые свидетели того, как Дух Божий может касаться и преображать нашу жизнь. Несмотря что я родился в христианской семье, еще там, в Алма-Ате, в Казахстане вообще-то я родился. Я ходил регулярно в церковь, но я знал о Боге с детства, но лично Его не знал. И поэтому у меня в подростковый период жизни была двойная жизнь. Где-то с 9-10 лет я начал жить двойной жизнью. Я не буду об этом темном периоде своей жизни говорить. Я так рад, что это все закончилось. Уже в 14 лет я понял, что если что-то в моей жизни не поменяется, я разрушу свою жизнь, я и без того принесу еще больше боли моей маме. У нас, в общем, многодетная семья, большая семья. 8 детей, 6 братьев и 2 сестры, 2 дочки, моих родителей. Я младший, я номер 8. И я видел, как были проблемы с моими старшими братьями, некоторыми там сестрами. И сколько молитв, сколько, ну как мама переживала. И когда я знал, что она даже не догадывается, что происходит с их малышом, младшеньким. А этому младшеньку там уже и тюрьмой пугали милиция. И были разные проблемы. И однажды я очень сильно поверил, что так оно и случится, если что-то не произойдет в моей жизни. И я взмолился очередной раз. Я верил, что Бог есть, но я не знал Его лично. И я взмолился и сказал, просто, Господь, помоги. Помоги мне что-то изменить. И тогда пришла очень ясная идея от Господа. Я должен поменять место жительства. Я должен поменять окружение. Я знаю, что многие жизни здесь изменились только потому, что вы приехали в эти, как вы называете, теплые дома. Вы приехали в это место, как бы такой оазис жизни. Вы приехали в такой город-убежище. Что там, где вы жили, где вы находились, вы оставили то место и оказались в другом месте. Это Божий замысел для нас. Если мы хотим радикальных перемен, нам нужно просто даже физически поменять полностью все. Окружение поменять. И со мной это произошло. Знаете, для меня мой выход из Алматы в Латвию был как выход израильского народа из Египта. Бог меня вывел из старой греховной жизни и перевел в новое место. И когда я приехал, это было давно, в 1984 году, я сейчас все очень сокращаю, у меня произошла реальная встреча с Богом. И я познал, не просто узнал немножко больше о Боге, я познал, какой Он. Он выше нашего вообще представления, больше нашего разумения. Я пережил любовь Отца. Я пережил любовь Христа. Я пережил это прощение. И в 15 лет, я помню, в ту ночь, там была такая молитва. Это была ни церковь, ни конференция. Это была просто маленькая такая однокомнатная квартира. Знаете, хрущевки такие, знаете, кто был из советских времен, да, вы знаете, такие маленькие квартиры. И Бог коснулся меня с одним братом, которым мы просто склонились на молитву перед сном ночью. Господь так сильно пришел. И мы не могли остановиться, мы плакали, мы сокрушались. И тогда я реально родился заново. И тогда я понял, я говорил, Бог, если бы я знал, что Ты такой, Господь, если бы я только знал, что Ты такой прекрасный, как я сожалел, что я потерял или, так сказать, растратил свои годы. Сейчас я понимаю, что мне тогда было всего 15. Но я так сожалел, что я уже столько лет потерял, что я так неправильно жил. Но я благодарю Бога, что это в 15 было, а не в 45. Потому что из-за этого моя жизнь могла, и до сих пор я вижу, я благословенный, я благословен, я счастлив, и я могу хвалиться Господом, не собой. Все, что я имею, все, что в моей жизни, я могу сказать благодатью Божьей я есть то, что я есть. И благодатью его во мне не было тщетно, и я много трудился, я посвятил свою жизнь, и хочу продолжать это делать, пока дыхание есть. И, впрочем, не я, но благодать, которая со мной. Вы помните, это один из стихов в Коринфянам, где апостол Павел так говорит о себе. Я люблю это место, потому что в одном стихе он трижды сказал о благодати. Благодать, благодать, благодать. И мы без его благодати ничто. Мы нуждаемся в его благодати. И я хочу сегодня поделиться одним посланием, которое делился буквально недавно своей церкви. И оно так сильно горит в моем сердце. Потому что, когда я думаю об этом, я понимаю, что это, я бы назвал это послание, это слово, может быть, эту тему, проповедь. Служение из сердца Отца. Служение, которое прямо я вижу, оно в сердце Бога. Оно через всю Библию можно его увидеть. И поэтому давайте еще на минутку закроем свои глаза и скажи, попроси Духа Святого, чтобы он помог тебе принять это слово. И чтобы твое сердце было доброй, хорошей почвой для его семени. Отец Небесный, мы открываем свои сердца. И Дух Святой, я прошу тебя, пусть это слово, твое слово, оно всегда живо, оно действенно. Будет для нас, как это семя, которое попадает в хорошую почву. Помоги нам, Господь, принять, растворить твое слово верою, чтобы мы видели, как твое царство, оно еще больше и больше проявляется в нас и расширяется через нас на этой земле. Во имя Иисуса Христа. И все, кто согласен, да скажет Аминь. Давайте начнем с отрывка Писания из Иезекииля 34 главы. Иезекииля 34 глава, это такая глава, где Господь прям взывает, взывает к сердцу пасторов. И давайте прочитаем с первого стиха. И было ко мне слово Господне, сын человеческий, из реки пророчества на пастыре Израилевых. Из реки пророчества и скажи им, пастырем, так говорит Господь Бог, горе пастырам Израилевым, которые пасли себя самих. Не стадо ли должны пасти пастыры? Вы ели туки, волны одевались, откормленных овец заколали, а стадо не пасли. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнетенной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И вся глава эта посвящена тому, что Господь просто говорит о чем-то, что больно ему. Знаете, есть вот темы, которые мы прям видим, они Господа особенно волнуют, они поднимают в Боге какой-то святой гнев. И здесь мы видим ревность и такой святой гнев Божий, и он на одну тему. Когда Господь видит, что овцы мои, конечно, здесь не о физических овцах шла речь, шла речь о народе, о Израиле. И Господь всегда поставляет, Он ищет служителей, Он ищет лидеров, Он хочет поставить, чтобы у народа были вот эти отцы наций. И ничего не изменилось и до сегодняшнего дня. Эта тема является одной из самых главных тем. Найдет ли Господь человека, который скажет ему, да, который будет отзываться на его призыв, и через которого он сможет бы являть свое сердце. Потому что он тот самый главный пастор. И в этой главе, если мы дальше всю эту главу будем читать, Господь говорит, я воздвигну пастора. Я поставлю однажды пастора. Я думаю, что это так и есть, это пророческая глава, потому что тогда уже пророчески звучало, что поднимется настоящий добрый пастор. И поднимется вокруг этого доброго пастора огромная команда со-пасторов, в которую мы сегодня вошли. И этот пастор добрый, это Ешуа. Аминь. Первое, несколько мыслей, конечно, хочу поделиться. Первое, если ты записываешь, у нас, мы не высвечиваем на экранах, но вот мы в церкви стараемся высвечивать, но здесь мы не законнектились еще. Вот. Первое. Бог не может смотреть равнодушно на людей, которые страдают из-за дьявольского угнетения. Ты можешь увидеть эту мысль, эту ревность, это то, что в сердце Бога. Господь не может просто равнодушно смотреть. Мы, люди, по жестокосердию своему, из-за своих каких-то проблем, можем не замечать проблемы и боли других людей. Но не Господь. Нам может показаться, что Богу все равно, что происходит в мире. Нет. Если мы хоть чуть-чуть начинаем приближаться к Богу и прислушаться к Его сердцу, мы услышим Его стук. Мы услышим, о чем мечтает Бог. Он мечтает о тебе и обо мне. Он мечтает о людях. Нет ничего драгоценнее на этой земле, как душа человека. Я знаю, что многие здесь свидетели тому, как Бог нашел нас, правда. Нашел нас в таком вообще бедственном положении. И Он не отверг нас. Он протянул руку спасения, не так ли? Какие бы мы ни были испорченными, греховными, Он нас всех принял. Абсолютно принял. И это доказывает снова и снова, насколько Он благ. И, знаете, Он был, есть и остается такой. Он будет всегда таким. Он продолжает и Он желает просто исцелять людей. То, что вы сегодня горите душами, горите и думаете, как достигать новых людей, разных людей, в разных проблемах, в зависимостях. И людей, может быть, которые не имеют таких вот каких-то зависимостей, но молодежь. И, в принципе, каждый человек, какого бы он ни был возраста, какого бы он ни был статуса, у всех есть вопиющая нужда в Боге. Правда же? Если мы это будем понимать, мы тогда будем по-другому смотреть. Люди могут выглядеть очень хорошо. Они могут очень представительно выглядеть, но это не значит, что они счастливы. Потому что так много пустоты, так много боли, так много всяких проблем, так много угнетения. И, знаете, только по-настоящему человек становится свободным, когда он встречается с Создателем, когда он исполняется Духом Святым. Потому что только Ишуа дает истинную свободу. И он сказал, что если вы придете ко мне, кого сына свободит, тот истинно будет свободным. И люди нуждаются в этом. И Господь, Он просто, Он жаждет касаться. Одно место, помните, Луки 13, 16. Луки 13, 16. Когда кто-то стал роптать по поводу того, что в день субботний Ишуа взял там и исцелил женщину. И спросили, сколько можно? Неужели приходите в другие дни? Да? Но это отдельная история. Не будем об этом ужасном, об этом духе фарисейском. Когда фарисейский дух, он готов там, не знаю, убить за правила, не понимая, не замечая души человека. Но смотрите, что сказал Иисус. Сию же дочь Аврааму, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уст сих в день субботний? Вы видите, это сердце нашего Господа. Он видит, кто 18 лет в зависимости. Он видит, кто там, может, несколько лет, кто, сколько времени живет. Господь знает, какие есть угнетения, какие есть проблемы. И он говорит, вот этого человека не надлежало ли спасти, освободить? Конечно. И мы видим, что невероятным образом Бог проявлялся здесь на земле. Через самого популярного и известного человека, если можно так назвать, человека, самого с большой буквы, это через Иешуа. Аминь. И это уже исторически доказано, что это самая, самая великая личность. Поэтому неудивительно, что сегодня столько паломников приезжает на эту землю, чтобы просто посмотреть, походить по той земле, по которой ходил Иешуа. Это сильно, это сильно. И посмотрите, и мы видим, что когда Иисус творил чудеса, когда Он просто являл Бога, люди говорили, что никогда ничего подобного мы не видели. Никогда ничего подобного не происходило. То есть, Бог был проявлен как никогда через Иешуа. И вы помните, что сказал Иисус? Он сказал, что лучше, чтобы я ушел быстрее к Отцу, чтобы Дух Святой пришел. Потому что, как бы ни проявлялось Царство Божье, сила Божья, она все равно была ограничена, потому что Иешуа был в теле. Он был как человек, и он все равно был ограничен. Сегодня мы видим, что этот Дух Божий, он движется по всему лицу земли. Не только в Израиле, не только как в те времена, в каких-то городах. Поэтому мы видим, очень должны осознавать очень важный принцип. Если в сердце Бога люди являются самым важным, самым ценным, и Он желает освобождать людей, то на самом деле такой сегодня вопрос, наверное, очень часто этот вопрос задается. Ну, если Бог есть, ну, если Он такой добрый, то как понять, почему так много болезней, так много нищеты, где-то вообще голод, войны? Почему так? И вы знаете, нам очень важно быть просвещенными людьми. Потому что когда мы все эти вопросы задаем сегодня Богу по поводу того, что происходит на земле, это не совсем корректный вопрос. Не совсем по адресу. Вы понимаете? Потому что Писание очень четко говорит, что небеса, небеса принадлежат Богу, а землю Он отдал сынам человеческим. Он поставил человека управителем над землей. И все, что происходит здесь, вопрос не к Богу, вопрос к людям. Если мы поймем это, мы перестанем пребывать в неких таких иллюзиях. Потому что, знаете, думая, что все зависит от Бога, да, Бог был, есть и остается Творцом, Создателем, и Его суверенная воля, она свершится. Но в те времена и сроки, которые Бог отдал людям, землю в управление, вопрос, что происходит на земле, к нам. И все, что мы видим, мы видим через всю Библию, через всю историю человеческую. Бог ищет всегда кого? Человека. Он понимает, что Он не будет на земле вершить и творить что-то без сотрудничества с человеком. То есть, даже если мы, знаете, наделили кого-то властью, отдали в управление, там, не знаю, дом или какой-то бизнес, и, в принципе, у нас есть какая-то договоренность, может быть, на какое-то время, то даже люди, и то они понимают, что я не могу нарушить закон, я должен считаться. Потому что сейчас это отдано в управление кому-то. То тем более Бог справедливый. Поэтому мы видим сегодня огромную-огромную, так сказать, потребность в том, чтобы человек услышал призыв от Господа. Поэтому вторая мысль, которую мне хочется озвучить, это, что Бог ищет человека. Второе, что Бог ищет человека, с которым Он мог бы поделиться своим сердцем. Бог ищет человека, с которым Он мог бы поделиться своим сердцем. Посмотрите исход, 3 глава, с 9 по 11 стих, один фрагмент. «Господь является Моисею и говорит, вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, царю египетскому, и выведи из Египта народ мой сынов израилевых». Моисей сказал Богу, кто я, чтобы мне идти к фараону, царю египетскому, и вывезти из Египта сынов Израилевых. Это естественная реакция, и в большинстве случаев, когда Бог призывает, ищет кого-то, то мы не уверены в себе. Мы говорим, ты неправильного человека выбрал, у меня не хватает того, у меня не хватает этого. Но я сейчас хочу не на это, наверное, акцент сделать, а акцент на то, посмотрите, что Господь говорит, я вижу эти угнетения. Этот вопль доходит до моих слухов. И несколькими стихами ранее Он говорит, я иду спасти, я иду вывести мой народ. Казалось бы, ну Господь, ну ты это слышишь, это для тебя, ты неравнодушен к этому, ты идешь спасти, ну прекрасно, классно, а мы давай посмотрим, как ты это будешь делать. Но так не происходит. Господь говорит, я иду вывести народ из этого рабства. Ну что он делает? Он говорит, ну Моисей, я призываю тебя, пойди к фараону, иди и начни, скажи ему, отпусти народ мой. И он не готов, он говорит, я уже за 40 лет разучился разговаривать, знаете, бедуином стал, и вообще уже просто, хотя получал образование в Египте, и казалось бы, все, но после этого он настолько, не знаю, там, деградировал, и что с ним произошло, что он говорит, я не способен, я не способен говорить, я косноязычный и так далее. Вы помните, Господь все же не сдавался по этому поводу. Он знал, что, Моисей, ты это можешь, ты мне нужен, и хорошо, давай я тебе Аарона дам тебе, твоего брата, он будет твоими устами. Бог ищет человека. Он ищет человека, с которым он может поделиться своим сердцем, чтобы кто-то пошел и начал сражаться. Дорогие мои, я знаю, что Господь сегодня говорит вашим сердцам, и Он показывает нужды. Многие из вас, и вообще, вы знаете историю, как живой Израиль здесь развивался, появлялся, как много этих домов до сих пор, где люди находят спасение, и это происходит. Вы, я слышал, да, едете там и в каком-то месте, в районе, там, открываете кафе, где уже вечером все закрывается, и там люди боятся появляться. А вы туда приходите. А вы туда приходите, и как раз, как раз, чтобы служить тем, кого, может быть, боятся, и кого хотят стороной обойти. Послушайте, есть так много разных нужд, есть так много проблем и людей, для которых Господь хочет поднять пасторов. Сегодня мы говорим о, наверное, самом важном служении, как я сказал, что служение из сердца Бога. Знаете, что для Господа сегодня так важно? Он является тем добрым пастором, и Он хочет поделиться своим сердцем с нами. Он хочет, чтобы в нас мы начали ощущать этот дух Христов, этот дух доброго пастора в себе. Потому что этот добрый пастор, он проявляется потрясающим образом. Иоанна 10, 10 глава, что говорит Иисус о себе? С 11 и 12 стих, Иоанна 10, 11 и 12. Я есим пастор добрый. Пастор добрый полагает жизнь свою за овец. Полагает жизнь свою. Знаете, когда сегодня вы поститесь, молитесь, платите цену, я знаю, что все это для плоти не всегда приятно. Может быть, плоть бы хотела где-то отдохнуть, бездействовать. Нам бы хотелось посмотреть, как Царство Божье распространяется, как люди спасаются, просто сидя в диване. И сегодня многие избрали наблюдать жизнь людей, их проблемы, а может быть, перемены через телеки. Знаете, садишься и смотришь в сериалах, как там все происходит с героями. Слушайте, ну это всего лишь сериалы и всего лишь телеки. А реальная жизнь и изменения происходят не когда ты наблюдаешь и пытаешься просто через экран, а когда ты выходишь прям на линию, фронт, когда ты приходишь прям к реальным людям. Одна женщина, которая поехала в миссионерскую поездку и попала в такие горячие точки, где людей, людям служат, помогают, она когда вернулась, она говорит, я больше никогда не буду смотреть сериалы. Потому что самое захватывающее, что можно увидеть, это просто поехать на миссию какую-нибудь, поехать куда-то и начать служить реальным людям, просто общаться с реальными людьми. Друзья, сегодня Господь хочет, чтобы мы не просто думали, что Господи, ты идешь там отпустить, вывести свой народ из рабства. Классно, мы посмотрим, как ты это сделаешь. Он не будет это делать без тебя. Он будет искать. И знаете, он ищет людей в каждом поколении, в каждом народе. Он продолжает искать человека, который бы просто отозвался на его призыв, приблизился бы к нему, и чтобы он поделился своим сердцем с нами, хоть чуть-чуть. Я бы мог, у нас не так много времени говорить, но я знаю, что здесь есть некоторые в Сирославле, да, люди? Кто-то был тут в Сирославле. Кто? Вы Сирослав? А, ты Сирослав. Ну, ты тогда не был в то время, в 90-х еще, тебя это не коснулось пробуждения, ты здесь спасся. Но я вам скажу, я служил под Ярославлем. И я скажу, что это такое, когда Бог чуть-чуть делится своим сердцем. Я русский человек, по паспорту. Родился в Казахстане, в 15 лет переехал в Латвию. Русский, но никогда не жил в России. И попал в армию. И я вот служил под Ярославлем. И я соприкоснулся с русскими людьми. Я пытался им проповедовать. Я видел, я там, моя часть была прямо рядом с таким гражданским ПМК, там где-то всякие цеха, там есть какой-то токаря, работники. И я потом вообще работал среди гражданских. У меня такая армия. Через полгода это вообще у меня уже не армия была, как бы, а вот какая-то специальная такая вот. Такого не бывает просто. Я даже не жил в части. У меня даже начальник был, гражданский энергетик. Вот. И я пытался свидетельствовать, проповедовать там этим русским людям, которые постоянно пили. А на выходные в пятницу там вообще начиналось. Там была грязь. И я видел, что как будто бы никому не нужен Бог. Потом через время у меня получилось приезжать в Ярославль. Ярославль уже город по-цивильнее уже было. Там уже поинтереснее. Но там же я видел тоже эти проблемы. Видел. И я не передам, не могу передать. Это такое было бремя. Я выходил в свои там пустынные такие места, поля, и просто вопиял к Богу и молился. Господи, неужели этот народ обречен? Неужели этот народ проклят? Неужели он должен так и жить в этой нищете, в этой пьянке, во всем этом? Хотя крестов и куполов в виде церквей хватает, как будто бы, как будто бы, но жизни-то нет. И вы знаете, было столько ходатайства, столько молитвы рождалось за Ярославль. Я помню, шел по городу, и когда видел вот этих людей потерянных, что-то в сердце такое было. И поэтому мы начали выходить с гитарой на набережную, начали петь. И тогда время такое приходило, свободы, люди начинали интересоваться, тянуться. И у меня сейчас нет времени рассказать, но впоследствии, через какое-то время, вот, и пастор Андрей Дериенко сейчас, и Сергей Лукьянов, которые, да, очень близки с вами служили, и Бог их призвал там, и там родилась церковь, которая росла и растет, развивается, имеет влияние. И я понимаю, что Бог мне дал честь вообще, быть частью его плана, молиться, ходатайся, делать какие-то шаги, проповедовать там. И, знаете, я тоже был, ну, не то, что полон комплексов, но тоже стеснялся, боялся. Мне там проповедовать 10 минут, не знаю, что сказать, мне говорят, ну, 10 минут там, маленькой баптистской церкви будешь проповедовать? Я говорю, давайте, и думал, 10 минут, что я буду говорить, знаете, сегодня сложно порой, думаешь, когда тебе там говорят, полчаса, да, и то думаешь, это же очень мало. И вы знаете, ну, сегодня я вижу там такую Божью работу, которую Бог совершает, и всегда, где мы увидим, что что-то происходит, оно не происходит без людей, оно не происходит. Бог ищет людей. Вы знаете, Он хочет особенно касаться вашей нации, ваших людей, которые изнурены, рассеянны. И здесь так много сегодня тоже такого же, что однажды озвучил Иисус. Посмотрите, насколько актуальны сегодня слова. Казалось бы, эти слова Ишуа говорил 2000 лет назад, ну, как будто ты читаешь, как будто прямо вот сегодня, Матвей 9 глава, Матвей 9, 36 стиха. «Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены, рассеяны, смотрите, как овцы, не имеющие пастыря». Люди изнурены, то есть подавлены, с какими-то проблемами, рассеяны, опустошены, с так много всяких болей, страданий. И все они были, как овцы, не имеющие пастора. И тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делатель на жатву свою. И призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь, всякую немощь. Как будто бы про сегодняшний день, я не знаю как, но когда я смотрю, этого везде хватает. Я смотрю в Латвии, да, Рига, красивый город, да, может быть, там европейский такой уже город, но ты загляни в глаза людей, послушай, чем живут. Точно такая же нужда. Люди изнурены, рассеяны, как овцы, не имеющие пастора. То, с какого места писания мы начали, с Иезекииля. Господь взывает сегодня к пасторам своего народа и говорит, мои овцы разбрелись. Нет того, кто бы шел, отыскивал заблудшую, перевязывал раненую, возвращал бы в стадо. Господь взывает к этому. И, друзья, я знаю, что вы благословены в том, что вы чувствуете этот Божий призыв и отзываетесь на Божий призыв. Я знаю, что здесь люди, которые не сидят так, а, что ты, куда ты нас хочешь. Нет, вы знаете, о чем идет речь. И я, может быть, проповедую сегодня об этом, чтобы вы еще больше посвятились и сказали Богу, да, ты ищешь людей, вот я. Ты ищешь, вот я, используй меня. И чем больше таких людей, которые скажут Богу, да, и Господь, как добрый пастор, поделится своим сердцем с тобою, так, что будет его сердце в тебе, о, друзья, мы будем видеть славу Господню. Все мы уже свидетели Божьей славы. Но посмотри дальше, посмотри вперед. Посмотри, да, на пять лет, на семь лет вперед. Посмотри дальше, что Бог хочет сделать. Вы уже свидетели тому, что столько детей родилось в вашей конгрегации, которых по-человечески вообще не должно было быть. Потому что люди, которые были в зависимости, в проблемах, их уже, они не должны были бы уже дрожить. А Бог восстановил, призвал и дал способность стать родителями и родить детей. Вы знаете, у нас тоже три дома есть в Латвии. И мы не в таком масштабе, ну, как бы в своей общине, но мы видим тоже, я когда приезжаю, когда я знаю, что у нас около десяти семей, которые родились, создались эти семьи, тоже и мужчины, и девушки, и парни были просто потерянными, просто в зависимости, там, со всеми этими диагнозами, со всеми этими болезнями. И когда ты видишь, что Бог творит чудеса, рождаются здоровые дети, и у нас этот горох, тоже дети прибегают, бегают там, и ты просто смотришь на это чудо, и ты понимаешь, это Бог, это Его работа. Но когда ты прислушиваешься к сердцу Бога, Он говорит, я ищу людей, которые бы встали в пролом, которые бы продолжали служить, которые бы не заплыли жирком и сказали, ой, Господь меня спас, все хорошо, теперь надо обустраивать свою жизнь, свой быт, и потом уже вдруг приходит равнодушие к тем, кто там. Пусть не будет с вами, с нами никогда такого не случится, друзья, вы здесь. Пусть с нами никогда этого не случится, чтобы мы не просто стали довольствоваться новой жизнью с Богом, вот у меня жизнь, изменилась семья, все хорошо, и вдруг мы как будто чувстветь где-то становимся, мы становимся как будто бы безразличны к тому, что происходит там, где-то за бортом жизни. Нет, друзья, мы там за бортом жизни были, и Бог нас спас. И Он хочет, чтобы Его сердце, доброго пастора, не просто где-то потерялось, а наоборот возрастало в нас, чтобы мы еще больше могли касаться, достигать и служить своему поколению, пасти этих овец, возвращать их в это Божье стадо, где Он главный пастор-начальник, где Он самый главный пастор, а мы всего лишь сопасторы. И Господь говорит, молите Господина жатвы, и смотрите, и тут же говорит, и призвав 12 учеников своих, что Он делает? Он наделяет их властью. Третья важная мысль, что кого Бог призывает, тех Он обучает и снаряжает. Когда Он призывает тебя и хочет поделиться своим сердцем, Он не просто зажгет в тебе желание, Он желает нас и снарядить. Поэтому, когда у нас есть школы, обучение, семинары, это очень важно. Это очень важно, потому что Господь хочет, на самом деле, нас наделить, обучить, потому что там же, в этой же главе, где Он их наделяет властью и отправляет. Матфея 10 глава, с 11 по 13 стих. Мы видим тут конкретные инструкции, обучение. Он говорит, в какой бы город или селение не вошли вы, наведайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте, говоря ему, мир дома, шалом, да, тебе. И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. То есть я сейчас не буду дальше, но это вся глава, глава инструкций, правда? То есть мы видим, что Господь призвал их, и Он их наделяет властью, но Он также их и обучает, и дает им четкие инструкции. Поэтому это нормально нам учиться, учиться улыбаться, учиться приветствовать, учиться служить, учиться всему делать. Мы все в процессе. Вы здесь, друзья? Кто готов? Кто хочет? Кто желает? Это так очень важно. Давайте скажем Богу да. Давайте пойдем в Его школу. Давайте будем учиться. Я вам скажу не только в какую-то конкретную школу, хотя некоторые сейчас прям в конкретную школу, да, уже приезжая с 1 июня начинается. Мы возвращаемся, знаете, у нас тоже начинается школа наставничества. Прямо 1 июня мы тоже начинаем школу по наставничеству, потому что мы видим в этом такой огромный дефицит. Господь желает, чтобы много было пасторов. И вот наставничество – это такая первая, можно сказать, фаза пасторского служения. Когда ты согласен, готов взять какого-то человека в свое сердце и хотя бы об одном заботиться. Хотя бы об одном заботиться. Друзья, это очень-очень-очень важно. Я знаю, что у вас это откровение есть, и для вас это ценно. Я просто немножечко, может, подливаю маслица в огонь, который Бог уже зажег в вашем сердце. Давайте согласимся и скажем, да, Господь, я хочу быть этим наставником хотя бы для одного. Я хочу развиваться в этом пасторстве. Потому что, друзья мои, какие бы евангелизации ни происходили, что бы ни происходило, если не будет проявлено пасторство, овцы разбредутся, и мы не сможем как бы взрастить это наследие, мы не сможем удержать, сохранить эту жатву. Вы знаете, может быть, большая жатва, большой урожай, но если люди не знают, как собрать жатву и как ее потом сохранить, она просто может себя погибнуть. Поэтому души – это самое ценное и важное. И Господь желает, чтобы мы научились их и достигать, и взращивать, и чтобы люди выросли и становились сами служителями. И у нас на самом деле великое призвание. Давайте мы поднимемся. Я хочу, чтобы мы сейчас начали... Вы взяли еще какое-то время для молитвы, размышляли. Если кто-то может играть, играйте. Я наслаждаюсь. Правда, я думаю, как в Израиле попасть в прославление и не услышать скрипку? Как это Израиль без скрипки? Поэтому это такое хорошее... Можно сейчас просто тихонечко будет играть у нас клавиши и скрипка может играть. Гитара – все хорошо. Гитара тоже может играть чуть попозже, может заграть и гитара. Но сейчас может быть так. Друзья, мы давайте сейчас возьмем время, чтобы прислушаться к своему сердцу. Давайте приблизимся сейчас к Господу. Он делится своим сердцем с нами. Иисус говорит, жатвы так много, так много нужды, так много боли, так много вот этих изнуренных, рассеянных овец. И Господь говорит, я хочу, чтобы ты был этим пастором. Я хочу, чтобы ты взял, открыл свое сердце. Друзья, давайте расширим свои сердца. И давайте поговорим просто с Господом об этом сегодня. Отец, Отец наш небесный, драгоценный, драгоценный. Отец наш, мы открываем свои сердца для тебя. Мы принимаем твой дух чудесный, дух доброго пастора. Добрый пастор, он полагает душу свою за овец. Господь, просто помоги нам расширить наши сердца, чтобы в нашем сердце было больше места, чтобы в наших сердцах нашли место люди, другие люди, чтобы мечта о человеке, мечта о людях, она была в нашем сердце. Спасибо тебе, спасибо тебе, что ты призываешь нас. Вы знаете, когда, я немножко еще засвидетельствую, когда я приехал в Латвию и уже приехал по водительству Божьему, чтобы моя жизнь изменилась, я чувствовал руку Божью. Это было чудо, что всякие эти вредные привычки, у меня были тоже там зависимости из своего подросткового возраста. Господь их уже убрал. Но я все еще чувствовал какую-то связь, я чувствовал, что есть искушения какие-то во мне, борения есть. Вы знаете, когда я приехал в Латвию, так получилось, что один парень, который после армии остался в Латвии жить, ему было 21 год, мне было 15. Он работал и возил какого-то замдиректора какого-то завода, и он был другом нашей семьи, моей сестры, в которой я жил. И он заезжал, вы знаете, он заметил меня, когда познакомился, я стал меня просто приглашать, говорит, там на вечерние какие-то смены, когда ему куда-то надо ехать, он приглашал, «Хочешь, поехали со мной?» И я садился к нему. Знаете, он там, когда уже совсем было поздно, он говорит, «Хочешь порулить?» Давал мне там на Бобике, он в таком УАЗике ездил. Для меня, 15-летнего пацана, это было классно. Знаете, я сейчас осознаю, что он сделал. Он проявил просто такую как бы человеческую, обыкновенную дружбу, внимание. И я сейчас вспоминаю и понимаю, что единственную ему в свои 15 лет со всеми своими проблемами, которые у меня были, с грехами, от которых я просто убегал, я ему невольно, как бы естественно исповедовался. Я все ему рассказал. Рассказал о всех своих похождениях, всех своих проблемах. Ни родители не знали об этом, ни сестра, о которой я приехал, я не рассказывал, но ему я рассказал обо всем. И неудивительно, что именно с этим человеком Бог нас посетил однажды, когда мы молились. Вот здесь, друзья, знаете, что происходило? Был просто человек, который заметил пацана, подростка, и проявил просто дружбу. Просто вначале было душевное, но потом было духовное. сегодня, когда мы хотим что-то создать, просто служим людям на каком-то естественном уровне, какой-то спортзал там хотим сделать, чтобы пацаны приходили. Может быть, там какие-то классы, может быть, какие-то игры, может быть, какие-то клубы, может быть, что-то будем делать такое, куда могут быть женщины, может быть, одинокие, которые хотят прийти, с кем-то пообщаться. Я не знаю десятки, сотни возможностей. Вот просто будьте творческими, придумывайте. Но это все легко начинает приходить, эти все идеи, когда есть в сердце любовь и место для кого-то. Вы знаете, когда ты очень сильно сконцентрирован на себе, когда ты слишком сфокусирован на своих проблемах, нет места другим людям в сердце. Правда? Ты думаешь, да и какие у них проблемы? Да у меня своих проблем хватает. Мне бы кто-то тут помог. И на самом деле в это время трудно. Поэтому, друзья, давайте отдадим свои проблемы Господу. Давайте будем утешаться, давайте радоваться будем. Да, у нас есть свои какие-то проблемы, может быть, но они решатся. Ищи Царство Божье. Бог поможет тебе решить все твои проблемы. Просто будь благодарным за то, что Он сделал для тебя, ведь Он дал тебе новую жизнь. Аминь. Ведь Он же простил твои грехи. Ведь Он наполнил житет своим миром. Давайте будем ценить этим. И давайте просто подумаем, что то, что мы пережили, вкусили, многие люди даже не подозревают, что такое Господь. Знаете, я родился в христианской семье, но когда Бог меня коснулся, я плакал почти три с половиной часа. И я говорил, Господи, если бы я знал, если бы я только знал, что Ты такой хороший, я бы не терял свои годы, я бы не хотел. Знаете, это так здорово. Господь очень многим хочет открыться. Очень многих хочет открыться. Но в начале, в начале Господь ищет людей, в чьих сердцах было бы место хотя бы для одного человека. Может быть, для какого-то пацана 15-летнего, такого, как был я. Может быть, для какой-то женщины, матери с ребенком. Не знаю. Может быть, для какого-то человека, который вообще уже бомжует на улице, и с ним вообще никто обходит стороной этого человека, потому что там уже похоже, что ничего не может измениться. Может все поменяться в жизни, в каком бы состоянии человек ни был. Любовь Божья, она может воскресить, оживить любого человека. И Господь хочет вернуть каждую душу в свое стадо. И он ищет человека. Я верю, что этот человек, каждый из нас здесь, в этой комнате, может быть тем человеком, через которого Господь может прикасаться к другим людям. Веришь ли ты в это? Хочешь ли ты, чтобы Бог использовал тебя? Давайте поднимем свои руки к Богу, как знак посвящения, как знак, что мы просто полностью капитулируем и сдаемся, и говорим, Господь, вот я! Вот я, вот я, Господь! Захвати мое сердце! Захвати мое сердце! Увлеки меня к себе! Увлеки, увлеки меня! Захвати мое сердце, Господь, своим духом, своей любовью. Вот я, возьми меня, вот я, используй меня, пошли меня, я отдаю свою жизнь тебе, вложи в мое сердце, Господь. Дай мне хотя бы одного человека, о котором ты хочешь, чтобы я заботился, заботился твоей любовью, твоим духом, помог ему прийти в твое присутствие, прийти в твою семью, помоги мне, помоги мне вернуть, Господь, чтобы ты через меня мог вернуть еще, еще одного, спасти еще одного, спасти еще одного, вернуть еще одну заблудшую овцу в это стадо. Возьми меня, используй меня. Мы хотим, Господь, продолжать твое дело на этой земле. Друзья, у нас потрясающее призвание. Наше призвание продолжать служение Ишуа на этой земле. Вы помните какая миссия, какое служение, какое какое вот это видение или на самом деле миссия была у Ишуа. Он провозгласил это. Ему подали книгу пророка Исаия, и он нашел место пророчества о Мессии. И он провозгласил Луки 4 глава. Он сказал, Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето, Господне, благоприятное, юбилейный год. Аминь. Послушайте, вот это провозглашение Иисуса, это Его миссия. Мы, как Его тело, призваны продолжать это делать. Не знаешь или забыл, хочешь прояснить миссию своей жизни, миссию истинной церкви? Вот она, вот она, Дух Господен на мне, и мы помазаны. Друзья, мы, призваны продолжать служение Иисуса Христа. Самое, что делал Иисус? Иисус восполнял нужды людей. Их было очень много, а Он их восполнял. Я знаю, что мы сегодня еще как церковь, как будто мы не можем восполнить все нужды, но какие-то нужды мы уже восполняем, правда? И это будет больше. И в целом, если посмотреть на тело Христа, тело Иисуса Христа сегодня по всему земле, по всей земле восполняет очень много нужд, но я верю, что это будет больше, это будет больше, это будет больше. И если мы говорим Богу да, то это будет происходить, Господь будет восполнять. Знаете, сегодня люди часто бездействуют, приходят в такое состояние, когда они думают о проблемах голода глобальной, говорят, ну что я, кто мы даже как община, как мы можем решить проблему, вот эту глобальную проблему голода? Слушай, перед тобой такой задачи не стоит. И на самом деле может быть решить проблему голода человечества невозможно. Ну скажи мне, пожалуйста, восполнить проблему одного человека голодного накормить возможно? Аминь. Я могу решить проблему одного человека сто процентов. Голодного, бездомного, о, как там решить? Все проблемы, все может, не надо, одного можешь. Как вот обучить всех безграмотных, невежественных, это же так сложно? Да, всех очень сложно. Одного можно невежественного, безграмотного обучить? Послушайте, когда любую глобальную проблему человечества ты сведешь до проблемы одного человека, ты поймешь, это возможно. Я могу восполнить эту нужду. Какую-то нужду человека я могу восполнить. Ты согласен? Начните так мыслить. Если каждый начнет восполнять, не пытаться глобально решать проблему всего Израиля, всего мира, а просто проблему какую-то, одну, какую-то одну проблему, нужду одного, может быть, человека. Но, представляете, если каждый будет так мыслить и так делать, то мы будем видеть, как мир будет меняться к лучшему очень сильно. Господь, спасибо Тебе за этот вечер, за этот прекрасный шаббат, за то, что Твой Дух здесь, и Ты увлекаешь наши сердца, и делишься с нами своим сердцем. И мы сегодня говорим Тебе, да, Господь, мы будем продолжать начатую миссию, Твое дело на этой земле, которое Ты начал две тысячи лет назад. Мы будем продолжать исполнять Твою волю на этой земле. Мы будем восполнять нужды людей, будем прикасаться к их сердцам, мы будем выпускать этих измученных на свободу, мы будем помогать людям приходить к Тебе, возвращаться домой, возвращаться в это стадо. И я благодарю Тебя, что Ты сегодня даешь благодать каждому, кто говорит Тебе «Да». Мы поклоняемся Тебе, наш Бог, во имя Ешуа Хамашеви. И всегда скажем Аминь. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за Твою великую жертву, которую Ты принес ради нас для того, чтобы сегодня каждый из нас не был заблудшей и потерянной овцой, которая должна была погибнуть без пастора. Ты стал нашим пастором, Ты пошел на крест и пролил свою драгоценную кровь и отдал свое тело, чтобы оно было ломимо ради каждого из нас. Дорогой Ишуа, дорогой наш Ишуа, спасибо Тебе. Спасибо, что Ты пришел в нашу жизнь и изменил ее. Ты освободил нас из темницы. Ты спас нас от смерти. И сегодня наши сердца благодарят Тебя. И мы хотим, Господь, чтобы это не остановилось на нас, чтобы это продолжилось, так как это Евангелие, сказанное Тобой две тысячи лет, дошло до нас, потому что героические люди слагали даже свои жизни для того, чтобы мы сегодня услышали эту благую весть о спасении и которая изменила нашу жизнь. Пусть мы так же не остановимся на себе, пусть мы продолжим хотя бы для одного человека, хотя бы для одного человека мы станем другом и наставником и помощником. пусть пусть каждый из нас возьмет свое сердце расширит свое сердце на один сантиметр, чтобы туда поместился хотя бы один, о котором я буду молиться, о котором я буду думать, в которого я буду вкладывать, но только так то, что ты начал, оно не остановится, оно продолжится. Пусть из наших сердец уйдет всякий эгоизм, пусть идет сосредоточение на себе, желание благ себе, пусть мы будем желать это другим, тем, кому сегодня хуже, тем, кому сегодня труднее, тем, кому сегодня нуждее. Дорогой Иисус, благослови сейчас этот хлеб, который есть тело за нас сломимое, и благослови Господь это вино, которое есть кровь за нас пролит. Господи, разреши нам подойти к этой святыне, к этой вечерине с чистым сердцем и с доброй совестью. кровь христа омыла меня, кровь христа освободила меня, кровь христа омыла меня от всякого греха. Кровь христа омыла меня, кровь христа освободила меня, кровь христа освободила меня. от всякого греха. Слава и хвала за кровь твою, слава и хвала за кровь твою, слава и хвала за кровь твою, любящий Иисус. Слава и хвала за кровь твою, слава и хвала за кровь твою, слава и хвала за кровь твою, любящий Иисус. Иисус. Кровь христа омыла меня, кровь христа освободила меня, кровь христа омыла меня, от всякого греха. слава и хвала и хвала греха. и хвала и хвала За кровь Твою слава и хвала За кровь Твою слава и хвала За кровь Твою любящий Иисус Иисус Кровь Христа омыла меня Кровь Христа освободила меня Кровь Христа омыла меня От всякого греха Кровь Христа омыла меня Кровь Христа освободила меня Кровь Христа омыла меня От всякого греха Слава и хвала за кровь Твою 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 Любящий Иисус Аллилуйя Давайте аплодисменты Господу Он заслуживает их В каждый момент нашей жизни Братья и сестры Я хочу сейчас сделать призыв Мы сейчас в воскресенье делаем Альфа-клуб И нам нужны люди Кто будет в молитвенной поддержке Кто будет молиться за это Также нужны люди Кто будут там помогать с детьми А где Виктория? Вот, ну выйди покажись просто Вот, если у кого-то будет на сердце На сердце И вы скажите, я буду молиться за это Или я могу Это раз в неделю по воскресенью Я могу вечер посвятить Там два часа, чтобы помочь там С детьми или помочь там Накрывать или еще что-то Это Я не хочу назначать Я хочу просто сделать призыв Да Вот я, да Скажите ей Вот я Она решит Запишет и позвонит Хорошо Дорогой отец Мы благодарим тебя за этот прекрасный вечер Благодарим Господь, что Твой небесный похоже Сейчас наполняет сердце каждого из нас Для того, чтобы мы успокоились в этом шабате Чтобы мы освободились от всякой суеты Чтобы наши тела отдохнули Чтобы мы просто наслаждались присутствием Твоим присутствием в нашей сердце В нашей жизни Мы благодарим тебя, Святый Божий Благодарим Аминь Давайте мы молитвой Отче наш Закончим наше богослужение Для братьев, я говорю, завтра в 10 утра Братья, приходите Будет тоже классное время Отче наш Ждущий на небесах Да снятится имя Твое Да придет Царствие Твое Да будет поле Твое И на земле, как и на небе Креп наш насущный Дай нам на сей день И прости нам долги наши Как и мы прощаем должникам нашим И не веди нас по искушениям Но избавь нас на буха И во Твое, Истарство И сила, и слава Поведи Аминь Благодать Господа нашего И Иисуса Христа И любовь Бога Отца И общение Святого Духа Да придет со всеми нами Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Аминь 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 Мы же не едем Аминь 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 Аминь